позади еще два дня артстон world чемпионшип групповой этап пришло время подводить промежуточные итоги и так вчера были сыграны матчи венеров в каждой из групп группе смерти джейсон джо обыграл сейдония за счетом 4 3 тем самым китайский игрок застолбил себе местечко уже в стадии плей-офф а сейдония придется еще один раз победить дабы иметь возможность играть уже на главной сцене близко нам группа b у нас еще один аналитик плюша ниша анализировать итак группа б винарах чонсо оказался сильнее биби ганга на итоговый счет 42 поздравляем игрока который был сильнее на азиатско-тихоокеанском ласт-коли он также уже в плей-офф группа си этот матч я думаю стал центральным для нашей аудитории амнезиак обыграл доктор ахиме причем счет ну где-то немножко даже почти разгромный 41 игры были близки но где-то все-таки заходил лучше именно молодому американскому игроку и последний матч группа d hot out оказался сильнее мегазировал счет 43 hot out в плей-офф друзья тут как говорится без комментариев но молодец он показал себя с наилучшей стороны на этом турнире действительно подготовился к близко ну на все сто процентов и плавно веритикаем к играм которые были в эфире сегодня сегодня я соли сами комментировал на вас эти матчи и было жарко насколько сегодня были первые такие драматические повороты матчи уже на выбывание играли лузера каждый из групп и сразу же центральный матч который явно был достоин финала тайс против хэнсом гая сильнее оказался игрок из корея друзья тайс к сожалению покидая турнир неожиданный поворот но вот так вот такие вот сюрпризы нам преподнесла группа а только в счет 4-3 игры были в определенный момент где-то были равные где-то тайсу не заходила допустим на разбойники не находил у нас нидерландский игрок там аукционистов финальная партия там все классно сложилось для воинов матч против дискард лока но формально формально да где-то подвезло больше хэнсом гая но игроки невероятно сильные и они достойны друг друга в этот раз сильнее оказался энсом гай сожалеем всем фанатам тайса кто поставил не знаю на него свои паки надеемся что это не сломит у нас одного из лучших игроков европы он продолжит выступление на других турнирах ну а хэнсом гай вновь сразится с эйдоне возможно это будет реванш а только один из них выйдет в плей-офф узнаем уже завтра кто же это будет далее группа бы еще один представитель европы наш парень это лжаз ватербеков найман встретился с хамстером и сегодня сегодня хамстер оказался сильнее почему-то счет не проставлено на секундочку опять же залип или проставлено я просто не вижу а вот же верхняя игра соль ребят после эфира еще немножко мысли разбегается так вот хамстер обыграл найман с еще там 43 старт был просто шедеврально одна из лучших игр турнира воин в исполнении найман противостоял жрецу от хамстера классные просто разводы вот оли обязательно посмотрите эту партию в записях все записи можно найти на youtube-канале starlander ссылочка также есть под этим видео равно как и остальные полезные ссылки на вроде таблицы и так далее ну дальше темпа маг залил найману последующие игры просто был не день темпа мага увы ах но представитель команды вернус про также покидает турнир и это еще один минус из состава европейских игроков на близко ли хамстер будет завтра сражаться с биби ганган и мы узнаем кто же станет вторым в группе бэй также выйдет в плей-офф далее группа си юсик обыграл бриз со счетом 43 большинство ставила на китайского игрока у него лайнап в принципе выглядит посильнее по сравнению с игроком с гонконга мой усик вновь порадовала хорошей сложной игрой он не допускал ошибок оставил благоприятное впечатление где-то ему немножко подфартило а вот бриз бриз выглядел не на все сто процентов были спорные решения и в принципе заслуженная победа юсик пожелаем ему удачи завтра ведь она ему понадобится поскольку встречался он будет с доктором хиппи и победитель этой пары также получит путевку стадию плей-офф и финальный матч сегодняшнего дня порадовал павел встречался с деда йони и русский игрок победил с разгромным счетом 4-0 павлу завозила деда йони нет здорово что новоиспеченный игрок миллениум сумел собраться и показать показал столь классную игру пожелаем удачи павлу в завтрашнем матче поскольку также будет решаться судьба путевки группе д павел сыграет завтра против омега-зиро что завтра друзья завтра точнее уже сегодня 30 октября финальный день группового этапа арестону world чемпионшип 4 best of seven вновь матчи на выбывание сражаться будут два представителя европы именно наши ребята доктор хиппи и павел будем болеть за них приходите смотреть трансцензию в прямом эфире на канале star ladder начала 19.00 по московскому времени и 18 по киевскому поскольку у нас переводят часы будем рады вас видеть болеть за своих фаворитов близком грядет и продолжает радовать